Андрей, привет! Меня зовут Александр, и фамилия у меня Мостовой. Я думаю, что ты слышал обо мне, и у меня к тебе будет много интересных вопросов. Здравствуйте, Александр, конечно, знаю вас и помню. Иногда даже пересекались с вами на Мачу ТВ. Андрей, для начала, не давит ли на тебя фамилия Мостовой? Часто ли у тебя спрашивают, что мы родственники? Нет, совершенно не давит. Просто иногда есть такое напоминание, конечно, помню, что вы играли. И в детстве мне, в детстве, может, немного напоминало это, что говорили, вот Мостовой, чуть ли там не сын, нет. Вопросы были такие. Свой вызов в сборную, тогда еще сборную Советского Союза, я помню прекрасно. Андрей, какие чувства испытал ты, когда тебя вызвали в сборную России? Конечно, очень помню, этот вызов я увидел в интернете сначала, мне какие-то незнакомые люди начали прислать какие-то сообщения с вызовом в сборную. Я сначала не понимал немного, еще нигде новостей таких нет, уже люди какие-то пишут. Потом реально, когда увидел, подтвердилось, так, ну, немного взволновался. Но очень обрадовался, конечно, этому, я очень этого ждал, очень этого хотел. Вот, и очень было приятно. И гордость была за меня, за родителей. Интересный факт, что с твоим нынешним тренером сборной России я был лично знаком и даже какое-то время жил с ним в номере. Что ты можешь сказать про Станислава Саламыча? Какой он тренер? Как он вообще к тебе относится? Ну, Станислав Саламыч очень требовательный тренер с характером. Плачает коллектив, я чувствую, это в сборной очень хороший у нас коллектив. Как он ко мне относится? Ну, тяжело на этот вопрос ведет, надо, наверное, у него больше спрашивать. Но я чувствую, что верит в меня, доверяет мне. Вот, и это очень важно для футболиста. И хотел бы спросить, Станислав Саламыч, вспоминал когда-либо про меня? Пока еще нет, но, может, в следующие разы что-то напомнит о вас. Андрей, сейчас будет трудный для тебя вопрос. Трудный он связан с тем, что все-таки я играл давно. Ну, и я думаю, что видел ли ты какие-либо мои игры, мои забитые мячи и так далее, так далее. Мне хотелось бы узнать, помнишь ли ты вообще игрока Александра Мостового? Ну, я еще был очень маленький, когда вы играли, вот. Поэтому вот именно ваши игры я не помню, но все равно мне было интересно, что, как, что за футболист такой известный был, вот. И в интернете, конечно, вводил вашу фамилию, в ютубе искал, видел какие-то нарезки небольшие. Вот, и только вот по этим роликам я что-то помню. Чему бы ты хотел у меня научиться? Ну, конечно же, в игровом плане. Ну, у нас с вами немного разные позиции были. Вот, вы десятка, я фланговый полузащитник. Вот, и, ну, думаю, последним пасом, которым вы обладали, вот, наверное, вот это вот у вас бы забрал бы. Меня в России и за границей очень часто называли Мост. Хочу тебе сразу сказать, мне изначально это, как бы сказать, кличка не нравилась, да, когда я был молодым. Есть ли у тебя какая-то кличка или какое-то прозвище, как тебя называют ребята или партнеры по команде? У меня точно такая же история. С самого детства у меня пошел Мост, и как-то я к этому вообще спокойно отнес. У меня у отца вроде то же самое, Мост, Мост. Вот, поэтому я думаю, это наша судьба с такой фамилией, чтобы у нас такая кличка была. Андрей, не думаешь ли ты когда-нибудь уехать поиграть в Европейский чемпионат и попробовать свои силы там? Ну, конечно же, я этого хочу очень сильно. Ну, я думаю, для начала надо добиться этого России, своих хороших успехов, чтобы тебя заметили в Европейские клубы. Для этого есть лига чемпионов, чемпионат, Зенит – хороший клуб, за ним по-любому сидят. Просто нужно показывать это игрой. Вот, конечно, это же очень мне этого хочется. Андрей, я, как и ты, когда был маленьким, начинал в спортивной школе ЦСКА. И тоже у меня получилось так, что я из нее ушел. Ну, вернее, не ушел, а перешел. Я знаю, что ты тоже ушел из этой школы. Мне просто интересно, почему? Что тебя не заставило остаться в этом спортивном клубе? Да, я с самого первого набора был. Пошел в Академию ЦСКА, там большой набор был очень. Не знаю, человек 150, может, было. И я знаю, что не очень много людей, не очень много парнишек взяли в Академию. Вот, но я был один из тех. Да, получилось, я в 6 лет попал туда, и в 14 лет как раз такой переходный возраст был. И все ребята начали расти, а я физически попозже начал развиваться. Вот, и большая разница была на тот момент. Директор школы, по-моему, аргентинец был, и на тот момент как-то больше ребят физически сильных набирали в команду. И я, видимо, не подходил под эти параметры. Пошел на просмотр в Академию Локомотива, и они увидели, просмотрели во мне что-то и оставили. Вот так вот у меня получилось. Ты играешь к ранним нападающим. Я начинал свою карьеру к ранним полузащитникам. Но потом я стал и всегда любил играть под десятым номером. Это, сам понимаешь, это игра под нападающими. Мой вопрос заключается в том, хотел ли ты в будущем играть на этом месте. И вообще, какой любимый ампла у тебя на поле. Потому что если вдруг случится то, что ты будешь играть десятым номером, то я мог бы тебе дать несколько хороших и важных советов. Ну, на самом деле, я так вот смотрю за всю карьеру. Я, мне кажется, линии атаки везде поиграл. Слева и справа, и в центре полузащиты. Даже к ранним защитникам иногда получалось, что я играл. На самом деле, я, по-моему, десятым номером. Мне, на самом деле, нравилось. Реально свободный художник. Можешь перемещаться по всему полю. Свобода действия у тебя такая. Так что, может, все не исключено. Может быть, обращусь за советом. Какой первый чемпионат мира или Европы ты посмотрел? Или вживую, или по телевизору? И чья игра тебя очень сильно впечатлила? Потому что знаешь, что очень много сильных футболистов было в наше время. Поэтому хотелось бы узнать твой ответ на этот вопрос. Первый чемпионат мира я вот прям в осознанном возрасте посмотрел. Был 2006 год. В Германии был чемпионат мира. И тогда я, по-моему, болел за бразильцев. Это Рональдинио, Кака, Роналдо. Такие сильные футболисты были. Но на самом деле, тогда мне очень понравился Христиан Роналдо. В 2016 году за Португалию. И, наверное, это он был тогда. Что для тебя самое главное в футболе? И что ты больше всего в футболе не любишь? Ну, в личностном плане, конечно, развиваться. С каждым у него становится все лучше. Наслаждаться футболом. Достигать своих целей, которые ты поставил. А в плане командном, конечно же, выигрывать трофеи. Всегда этого хочется. А я не люблю, наверное, эту предсезонную подготовку. Когда очень много бегов. Вот эта очень тяжелая работа. Наверное, вот это такое самое неприятное немного. В каком возрасте ты научился набивать мячом больше ста раз? Ну, на самом деле, я вот так прям не вспомню, как именно, во сколько лет я научился. Может, сейчас не смогу набить ста раз. Вот. Я, ну, думаю, лет в девять, я думаю, уже научился набивать. Потому что, ну, там сразу, когда начинаешь в академию поступаешь, начинаешь учиться чеканке мяча. Вот. Но я помню, не быстро это получилось. Вот. Ну, я думаю, лет в девять это уже мог. Андрей, какая главная черта твоего характера? Ну, я считаю, доброта. Моя главная черта. Очень добрый человек я. Твое любимое место в Питере? База «Зенита» в Удельном парке. Что ты считаешь своим самым главным достоинством в футболе? И также своим нехорошим или нехорошими качествами в футболе? Их тоже, кстати, у многих футболистов много. Ну, я считаю, у меня неплохой дриблинг. А в плане плохого качества, конечно же, отбор. Я думаю, много у футболистов на моей позиции страдают с этим качеством. Андрей, о чем ты в последний раз мечтал? Ну, наверное, в Лиг чемпионов я уже сыграл. Хотелось бы уже забить Лиг чемпионов. Вот, наверное, такая вот у меня. Последний раз о чем мечтал. Я знаю, что у тебя был непростой выбор в детстве. Так же, как и у меня. Потому что я тоже любил хоккей и так же хоккеем занимался. Я знаю, что ты тоже вставал перед этой проблемой. Сыграла ли какую-то роль фамилия Мостовой, футбольная фамилия Мостовой, в выборе твоей будущей профессии? Ну, я не могу прямо сказать, что какой-то прям супервыбор был. Я ничего не решал. Если бы дали хоккей, то занимался бы хоккеем. Вот, ну, хорошо, так все сложилось. Получилось, из-за хоккея я родился в городе Омск. Это хоккейный город, там футбол не так развит был. И поэтому, конечно, у родителей стоял выбор больше в сторону хоккея. Но сложилось так, что там мой троевродный брат увидел, что идет на борт ЦСКА. И вот он около Сокола жил, на метро Сокола. И там как раз Академия ЦСКА находится. И вот пошел на просмотр туда. И вот так попал в футбол. Андрей, ну а теперь Блиц. Первый вопрос будет такой. Какое прозвище у меня было в Европе? Царь или Король? Ну, это я точно знаю. Меня сейчас тоже Миша Киржаков таким прозвищем называет Царь. Сколько раз я был чемпионом России по футболу? Я думаю, раза два, наверное. Какой клуб для меня был первым в Европе? Ну, честно говоря, если я сказал, что вы в Сельте играли, ну, наверное, Сельте. Сколько лет я провел в Испанской Сельте? Вы очень долго там играли, я помню. Лет 9-8, я думаю, точно вы там и были. На скольких чемпионатах мира и Европы я был в качестве игрока сборной России? Мне кажется, на трех. Какой клуб футбольный, конечно же, был последним в моей футбольной карьере? Ну, я точно помню, что вы не в России заканчивали. Поэтому, думаю, честно не могу сказать, какой именно последний. Но это было за границей, может, Сельте. У кого мне советовал учиться Константин Иванович Бесков в фильме «Невозможный Бесков»? Ну, если быть честно, я этот фильм не смотрел. Но учиться, я думаю, скорее всего, у Марадона. Черенков тоже, конечно, был очень хороший футболист. С кем из российских игроков я проиграл много лет в Испании? Ну, это я точно знаю Валерий Карпин. Александр, спасибо за вопрос. Мне было очень интересно на них ответить.